Музыка Музыка Всем-всем привет! Доброе утро! Я только проснулась недавно. Но таблетки пью и лежу еще с полчаса. Вон мои цветы. На улице смотрю пасмурно сегодня, девчата. Вообще. Но я сейчас позавтракаю и побегу в аптеку. В аптеку куплю глюкозу эту. Запарила себе овсянку. Сто лет я ее не ела, но буду есть. Здесь с яблоком и с персиком, по-моему. Сыру нарезала, кусочек колбаски и чай. Хлеб покупной. Вот такой. Брала маленькую булочку нарезнула. Сегодня приду, буду уже готовить. Готовить нужно. А я сейчас помчусь в аптеку. Заберу, значит, лекарство. И оттуда поеду на Баляйку на почту. Там меня ждут две посылки. Вот. Вот это окно я все вымыла. И вон опять божьи коровки. Видите? Я все-все их убирала. Живые? А это хвостики пустили. Даже не знаю. Ты живая? Или спящая еще? Спит, наверное. Но они летают, девчата. Они летают. Вот этот цветок обрезала. Вот эти все старые. Побрезала. А потом прям их вот так выдергиваю и все. Вот здесь выдернула старые стебли. Макушку вот обрезала. И вот эту тоже воткнула. А старею все выбросила. Вот стой. Вот этот вот цветок. Вот этот надо убирать стебель. Вот этот уже стебель вместе с корнем. Просто беру, девчата, ставлю в раковину, наливаю воды. И вытаскиваю землю, все обтряхиваю. А новые в воду не ставлю, а прям сразу в землю, вот в эту сырую. И они принимаются хорошо. Но вот этот надо, конечно, вот он. Надо его убирать, чтобы он даже не мешал. И вот тот стебель тоже. Ну вот уберу. Мой цветочек этот цветет. Вот я его обирала, обирала, который сухой. И видите, он снова дает цвет, цвет, цвет. И вот такие вот листики тоже я обираю все время. Ну, растет, растет, цветет. И слава богу. Вот этот прям красивый. Это колонхой. И наверху тоже цветет. Ладно, девочки. Всем приятного аппетита, кто сейчас кушает. И по делам. Начинается новый день. Девчата, я на Баляйке. Вот, покажу вам так краешком. Сейчас буду идти вот туда, на авиадук. И там вот остановка в ООН, автобусики стоят. И поеду на депутатскую за лекарством. Вот дома, которые я наблюдаю из своего окна. И вон, вон, вот они, новостройки. Это с опкой рядом. Видите, вот там дорога идет. Она идет на Днепровскую. Скорее всего, оттуда будут добираться до этих домов. Ну, не скорее всего, а наверное. В общем, сегодня пасмурно. На улице хорошо, не жарко. Само-то погода для меня. Вот, я иду раздельно, раздетая, без рукавки. И кофточка на мне легкая, без рукавочка. Думаю, не буду одеваться в тепло. Потому что идешь всегда, девчата, и спина, и голова мокрая. Это вообще... В носу уже Вавка вылезла. И зуб вот болел. Ну, видать, вот так вот продувает ветерком. И все. Вот. Но это еще не час пик. Машин как бы много особо нет. Но все равно в дороге машина на машине. Вообще транспорта много. Очень-очень, видите. Вот туда я. Вот на ту остановочку иду. Сейчас там сядем. И поеду. А потом вернусь сюда же, на Баляйку. И пойду, зайду в ткани. Мне надо там шнурки посмотреть. Я вчера сшила шорты. У меня есть шнурки, но они коротковатые. На детские вещи. А мне надо на взрослые. Несколько шнурков купить. Ну, и пройду на почту. А уже с почты вызову такси и до дома. Вот такие вот пока у меня дела. Все. Иду дальше. Девчата, время полвторого. Я уже дома. Приехала на такси. Получила свои посылки. Здесь посылка на 6 килограмм. Это пришел футер для Кристины. А это... Это в тканюшках заказывала. И это тоже с тканюшек. Здесь нитки. Но я что-то смотрю, коробка намного меньше. Не знаю, что тут за нитки мне пришли. Уже дома посмотрим. И на почте смотрите, что я нашла. Гель-бальзам для ног. И именно с мочевиной и чистотелом. Вот эти трещины заживляют на пятках. И сухую кожу. Она... Сухая кожа вот эта отлетает потом. Вот у меня была. Я мазала. И в экспрессе не находила. Гляжу, есть на почте. 160, по-моему, рублей. Но я взяла. Взяла один на пробу. Если что, пойду. Мне еще идут посылки. И обязательно тогда еще парочку куплю. Сейчас, девчата, я домой зайду. Смотрите, как летом. Лето наступает. Поперла трава. Завтра дочь жду. Завтра суббота. Завтра они должны приехать. Лишь бы дождя не было, будем прибираться во дворе. Вот. Вот это вот подубрать немножко. И перед домом. А уже потом двор потихонечку сама буду разгребать. Ну, где Наташа будет приезжать, помогать. А вот. Школа уже закончится. Тогда будет легче. Тогда в любой день собрался и приехал. Ладно, девчата, иду пока в дом. Мне надо приготовить еще покушать. Вот, девочки, вот такой мешок пришел. Пломба, смотрите, тут просто вот так заделана. И все, пломбы самой нет. Ну, как бы вот этим затянута. Я уже распакую потом. Вот, потому что надо бежать. Сейчас я пойду на кухню. И вот пришли мои ниточки. Теперь у меня черных 12 штук. 5000 ярдов. Вот, 100% полиэстер. Ну, классные сороковки. Да, сороковка. И в тот раз мне пришли, у меня вон стоит коробочка целая. Вон, 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 вон та. Это тоже у меня нитки. Там молочный цвет, но они ближе такие, прям вот к белому. Я бы еще, знаете, какие купила? Серого цвета и что-то типа розового. Ну, лучше бы серенького. Серенького, коричненького вот такого вот попадется. Куплю. Не обязательно прям вот упаковкой. Но взяла бы, штук по пять хотя бы взяла. Может быть, у нас в магазине возьму. Это я потом буду разбираться. И в тканюшке отправлю видео, что я получила. Спасибо им огромное. И вот вчера, девчата, что я шила. Хотела зайти в магазин, вот такие шнурки купить. Но, видите, я вышла на другой остановке. Там пешком шла. Тот магазин был еще дальше. Я уже не стала заходить. Вот такие я покупала в Элтексе. Вот это у нас шнурки, но это взрослые. И вот такие у меня давно. Вот я вчера шорты шила. Вот я вставила шнурок. Но, видите, он кратковатый. И мне нужно подлиннее взять. Это крестинки я шила. Вот двойка оставалась. Двойка. Ну, думаю, мне прям жалко. Дай-ка я брюки вот такие сшила. И вот эта вот ткань, я ее ложила на мешковину. Вернее, вырезала на мешковину. Это тоже двоечка. А тут думаю, дай-ка я сошью шорты. Я вчера раскроила, сшила. Все, девочки, очень аккуратно. Но это потом уже. И вот такие шорты. Вот с этой ткани у меня получился полноценный костюм Кристине. Потом, значит, шорты Кристине. Это шорты моей Наташи. И у меня вот еще вот такой кусок остался, девчата. Вот представляете? Это у меня лоскут на вес был. Вот что осталось. А это присылал мне лоскут Василек. Вот брючки я делала. Тут у меня еще небольшой кусочек остался. И этой. Ну, вот он. Это уже пойдут вот именно на мешковину, на кармашке. Здесь уже не выкроешь больше брюк. Вернее, даже шорты. Ну, шорты можно еще вскроить. Здесь вполне еще одни. Вполне, девчата. Посмотрю, как выложить здесь выкройку. Возможно, я еще и сделаю. Ну, а вот с этих уже все. Тут только в карманы еще вот уйдет. Ну, да, на кармашке уйдет. Но вот эта вот ткань тоже мне нравится. Классная. Я так поняла, что это вот двухнитка тоже петля. Ну, вот она, изнаночная сторона. А это вот лицевая. И она на лице такая вот прям гладенькая-гладенькая. Кошлатица не будет. Это точно. И вот это. Вот брючки я шила. Но у меня идет двухнитка. Не знаю, правда, какая придет по качеству. У Павла я заказала мешок на 20 килограмм. Он идет, девчата. А сейчас пойдемте на кухню. Быстренько приготовим кушать. Девочки, пришла на кухню, подавилась воздухом. Как закашлялась, сил нет. Чай пила. Попила чай. Сейчас, знаете, что хочу? Поставить хлеб в первую очередь. Завтра дети приедут. У меня хлеба нет. И вытащила вот гормушенстру. Вот какая большая-большая рыбина. Но она должна растаять. Я ее потом сделаю со специями в духовку. Прямо так порежу кусками. Обсыплю, обсыплю. Луком обложу. И в духовочке запеку. Это будет вкусно. Ну и макароны или что-нибудь завтра придумаем. Потому что не знаешь, чем их кормить. То не едим, а то не едим. Ну, хотя наработаемся завтра, если во дворе. То будут есть все, я так скажу. Да. Я сейчас вперед поставлю хлеб. Потому что... Ой. Потому что... Пока я буду заниматься здесь, на кухне, у меня спечется хлеб. Кружку воды. Кто-то спрашивает опять, Таня, ставь рецепт. У меня столько видео, девчата. Очень много на канале, где я пеку хлеб белый. Добавляла и темную бывало муку. Но я не люблю темный хлеб. Я его не ем. Поэтому я его и не пеку. Как-то думала спечь черный хлеб. А кто его будет есть, если я его сама не ем. Понимаете? Это спечь просто, а потом куда. Вот. Соль, сахар. Все как обычно. Сейчас масло растительное и мука. Муку, правда, взвешиваю. Вот 300-500 грамм. То обычно я там чуть меньше ложила. Стала ложить уже полкила. Масло-то и ложечки. Сейчас закину. Пока сбегала на эту почту, Видите, уже полдня как бы прошло. День-то он быстро проходит, да? Вообще моментально. А я хочу сейчас хоть немножко оладьев что-ли сделать. Ну, посмотрю до оладьев, как. Сделаю или не сделаю. Достала. Вон сметана у меня стоит. Достала. А что я хотела? Картошки я хочу жарить. Картошку он принесла. Луковку сейчас почищу. И все же я буду делать картошку. Так. Муку я сейчас сыплю. Мне надо дрожжи. Дрожжи, дрожжи. Завтра будем во дворе работать. Ну, я думаю, что мы так вот сгребем все. Что жечь, я не знаю, не будем, скорее всего. Потому что, знаете как, если будет, не дай бог, ветер, тем более жечь нельзя. Просто побоюсь. У меня так раз чуть не случился пожар. Да. Так. Высыпаем. Высыпаем в хлебопечку нашу муку. Опа-ни. Тихонько. Вот, все. И эту. Сейчас я сухую ложку возьму. И дрожжи. Ой, на улице сегодня вот моя прям погода прохладная. Жары такой нету. Ну, вот сегодня положу вот так вот дрожжи. То я обычно всю пачку. Сегодня положу вот. Чуть-чуть. Как бы поменьше. Сейчас включу. В розетку. И поставлю первую программу. На первой программе она будет у меня печься. А сама картошку пока буду чистить. Так, значит, у меня килокилло 250 и килокилло 500. Я буду ставить на килокилло 500. Корочку. Так, средняя, темная. Первая программа. Три часа пятнадцать минут. Поехали. Все. Зарядили. Теперь забываем на три часа. А я буду картошку чистить. Вчера я занималась дома, девчата. Потом пришел к вечеру Костя. Я хотела выйти в прямой эфир. Но мальчишка пришел. Уже я, конечно же, не вышла. Пока тут на кухне пробыла с ним. Потом пошла уже наверх. А он говорит, а мне на работу. И на работу как бы закрома мои. Тут у меня мука, девочки. Мука. Сейчас я насыплю муки. Ну и это. Не вышло. Не вышло. И уже вечером. Так, а где же у меня совок, интересно? Что-то сегодня я тяжеловато дышу. Сама замечаю. Что у меня как вот у совок. Сейчас насыплю. Куда вот мучиться. Вот. Там у меня еще на веранде в пакете стоят в этих. Но это надо тоже будет потом перенести сюда уже. И высохнуть вот в ведро. Во. И сахар. Думаю, вот недавно вроде бы я покупала сахар. И немало. Посмотрела. Мне уже скоро надо заказывать сахар. Ну опять килограмм. Двадцать. Надо заказать. Потому что потом будет ягода. Сахар нужен будет, да? И он подорожает обычно, когда ягода созревает. То сахар сразу в цене поднимается. В общем. Вот. Ну все. Здесь оставлю этот. Ой. А нет. Вот еще. Тут у меня. Вот этот сюда. И этот сюда. А это в мойку. Вот. Ну и уже в десятом часу я давай думала, что делать-то? Уже не вышло. Как бы поздновато выходить. Дай-ка я думаю. Раскрою шорты. У меня там оставалось. Я вот раскроила. А что тут? Чуть-чуть надо высохнуть. Бои. Вытрясти. Мешок сейчас уже поменять. Без убирать. Говно. А где? Не понять. Значит, выкинем этот мешок. Девчата, шуршу. 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 И вот я вчера опять же за двух часов засиделась. Так. Это я вытяну. Мушку. Это ведро у меня пищевое. Так. А сегодня не знаю, получится у меня что-то пошить. Не получится. Посмотрим. Будет видно все. Потому что завтра уже ничего не получится. Будем только во дворе. Вот поэтому я хочу сегодня приготовить все. Чтобы завтра было что кушать. Я вчера то кашку варила. Утром сегодня запарила. Вот это, что я купила. Кашу. Руки не держат. Руки к руки это вытянуть. Вот эту, овсяную. Здесь шесть пакетов. И они разные. Яблоко изюм, яблоко клюква и яблоко абрикос. Вот две пачечки как раз на тарелку мне. Надо будет еще купить. Потому что вот сейчас начнется жара. Мясо не охота. Ну рыбу-то я... Костя пришла. Я ему говорю, прошла мимо рыбного. Такая рыба. Говорит, слюной захлебнулась. Надо поехать, говорю, за рыбой. Ой. Ну уже, знаете, вот в понедельник сдам анализ. Если уж меня тошнить так сильно не будет, а то меня что-то запугали с этим анализом, что и тошнит, и кого-то рва тянет, и кого-то в сон тянет. В общем, не знаю. Сдам анализ, буду жива, то пойду специально через рыбный рынок и куплю рыбы домой. Ой, сейчас я сяду и камеру поставлю. С вами немножко поболтаем. Ну вот, немножко поговорим с вами. Картошка у меня, девочки, видите, уже расти начала. Но она так жесткая, но уже растет. Ну и картошки я брала сетку, и там еще прилично осталось. Поэтому больше я не буду так вот закупаться в зиму. Килограмм 30. Мне достаточно вот и детей накормить, и себя. Морковь тоже вот только-только кончилась, я подкупила. Это добрала. Пакет полный. Пакет или побольше уже, что-то я не помню. И свеклу, свеклы еще полно. Поэтому огородом я не буду увлекаться. Для меня это очень тяжело. Копать я не могу. Ну, если не могу, нечего мучиться. Вот я вам так скажу. Если Костя вовремя вскопает грядочку, я воткну огурцы. Все. Не вскопает, значит, будем без огурцов. И все. Я сейчас, знаете как, не повторяю там. Вот, придите. Мне никого не прошу. Придите, вскопайте. Или кого-то нанять. Нанять некого. И это дорого. Вот. Да и что бы я нанимала кого-то. Господи. Сейчас бутылку не наймешь. А нанимать за такие деньги, за которые я пойду куплю урожай. Вот и все. Смысла нету. Просто нету. Вот. Галь, моя соседка, вон сегодня, я утром гляжу, она уже там что-то копала. Семьдесят. Семьдесят, наверное, шесть уже ей лет. Она не может без огорода. Ну, дай бог. Я так говорю, значит, здоровье позволяет. Понимаете? Тут опять вот девчата пишут. А вот что твоя Наташа? Во-первых, хочу сказать. И не раз говорил, не надо трогать детей. Что и зачем, и почему. А во-вторых, у Наташи своя семья, своя жизнь. И не думайте, что она забывает о маме. Она никогда не забудет о маме. Никогда. Вот. То, что это моя дочь. Понимаете? Не теткина, а моя. Вот. Но у Наташи свои проблемы. Ей тяжелое, вообще поднимать нельзя. Вот. У нее с ногами проблема вены. Лечить надо. После ковида никак кровь не приведут в порядок. Она вот всю зиму и всю весну болела, девочки. Вот как ковид переболела тогда, чуть не умерла. И все. Иммунитета нет совсем. От слова совсем. Кристинка заболевает. Она ее вылечивает и тут же сама заболевает. У меня иммунитет есть, а у нее нет. Вот. Поэтому Костя работает. Живу, как живу. Ни у кого ничего не прошу. Поэтому фигню не надо писать, что я там жду чего-то от кого-то. Вот это меня прям, знаете, веселит. Додумщиков много. Тем, чем я хотела с вами поделиться, я поделюсь позже немножко. И сделаю закрытый им этот, прямой эфир. Чисто для моих подписчиков. Чтобы чужие не заходили. Но не хочу. А поделиться есть чем, какой радостью есть, есть. Но всему свое время вот что. Понимаете? Много там что пишут. Пусть пишут. Я не люблю таких людей, двухличных. Или даже с тремя лицами. Терпеть не могу. И то, что там приходят вот такие вот есть гнилые на канал, я их удаляю, девчата. Я уже говорила об этом, что я не потерплю. Всякую чушь, оскорбления какие-то пытаются чем-то, кого-то уколоть. Я никому, ничем не обязана. Долгов у меня нет ни перед кем. Поэтому мне бояться нечего. А то Таня что-то скрывает. Таня что-то там вот замышляет. У меня знаете, что больше всего сразил коммент одной мартышки, по-другому не скажу. Мартышка безголовая. И то, наверное, у мартышек есть какие-то мозги, их учат в цирке. И они немножко понимают, да? Которая не под моим видео написала. Что, да, у Великовой был это бизнес-проект ребенок. Вот этой мартышке я бы прям плюнула в морду ее. Понимаете? Простите меня. Но по-другому не скажу. Просто бы плюнула. Вот такие хамоватые заходят, пишут. А она нас там удаляет. Они идут на другой канал. И там распыляются. Но с другой стороны, я говорю, раз распыляются, раз говорят про Беликову, значит, все хорошо. Значит, я впереди. Вот и все, девочки. Кому-то покоя нет. Вот сегодня даже кто-то написал, но вижу, что плохо пишет по-русски человек и говорит. Какие любопытные женщины. Ведь все смотрят, да, женщины в основном и в возрасте. И лезут туда, куда их не пускают. Но если вас не пускают вот дальше каких-то этих обстоятельств или, так сказать, жизни какой-то, да, личной. Не надо туда лезть. А есть такие вот, я говорю, хамоватые, они прям лезут. Их в дверь, а не в окно. Их в дверь, а не опять в окно лезут. Ну, лезьте вы в своей жизни. Вот. Хочу сказать. Ну, зачем в чужую-то лезть и додумывать, что, где, чего, почем. Знаете, иной раз думаешь, куда делась-то сердечность какая-то, доброта людская, человеческие отношения. Куда они у вас делись? Куда это исчезло? До меня вот это вот прям, знаете, странно. Ладно там молодежь. Я понимаю молодежь. Они говорят. Им, говоришь, так нельзя. Они тебе одно долдунят, что так можно. Сейчас мы живем 21 век. И все можно. Кто сказал, что нельзя? Им все позволено. Поэтому поколение такое растет. Ну, уже теткам, которым по 50, по 60, и вот фигней такой заниматься, я тоже этого не могу понять. Наверное, дома нечем заняться или как. Наверное. Я так сужу. Если у меня нет времени пустого, да, я не хожу по каналам и не пишу гадости. Я вообще комментарий не пишу. Очень-очень могу редко написать комментарий. Ну, это за редкостью. Поддержать просто блогера я могу написать комментарий. Так я не пишу. Потому что, если я смотрю, хоть Яндекс, хоть Ютуб, у меня руки заняты. Они что-то доделают. Понимаете? Внутри картошки дырки вырезаю. А так, я не знаю. Сидеть, строчить, это же время. Юмористы, просто юмористы. Да. Я сегодня пошла. Гляжу, люди в куртке опять влезли. Не знаю. Ну, так по-теплому одеты. А я иду. Кофточка на мне легенькая. И безрукавка. Белый мой кардиган. С Расказовской. Ангорки. Помните, я вязала? Ажурный. Ой, я его раза четыре, девочки, одевала всего. В нем очень жарко. Он тоненький, легенький. Но очень-очень теплый. И я его решила рукава убрать. И сделать безрукавку. Вот теперь я его буду носить с удовольствием. Сегодня дело и шла. Красота. Спина не потеет. Дышит. На улице прохладно. Я говорю, люди в куртках. А я шла в трикотажной кофточке. И в этой вот безрукавочке. Ни грамма не замерзла. Ни грамма. Прям вот хорошо. Ладно, девчата. Я сейчас дорежу. Еще осталось мне чуть-чуть. Вон, видите, картошка моя. Одну, две. И потом будем с вами замешивать тесто. По-моему, поставлю жарить. И будем ставить тесто на оладушки. Чуть-чуть прям сделаю. Капельку. Знаете, вот попить с чаем, пока хлеб спечется. Да? А вам всем хорошего дня. Всем-всем-всем. Ну, хорошим людям. И плохим тоже. Пусть, дай бог, им даст здоровье. Счастье по полной. Потому что это глубоко несчастные люди. Или, ну, как говорят, ой, это одинокие люди. Девочки, неправда. Неправда. Одиночество? А как вот Агафия Лыкова, да? Она живет в одиночестве сколько лет. Но от этого она жабой-то не стала. Она не стала ненавидеть других людей. И говорить, вот, живут там в комфорте, а я вот здесь вот в тайге. Понимаете? Это все зависит от человека. Либо человек хороший, либо он гнилой. Так как яблоко. Его надкусываешь. Одно вкусное, а другое на вид красивое. А его откусываешь. Оно невкусное и гнилое. Так же и человек. То же самое. Вот. А то, что люди умеют носить маски, я убедилась. На своем примере. Понимаете? Вот. Что человек тебе может улыбаться, говорить с тобой все, тю-тю-тю, муси-пуси, и выйти за порог, и облить тебя грязью. С другим человеком. Другим людям. Вот. Поэтому... Никого не банила. Одна там писала тоже. Ой, приветствует столько хорошие комментарии. Хвалебные. А, такие все удаляются. Я ее комментарии оставила. Давно не удаляю. Зачем? Ну, если она хочет себя выставить дурочкой, пусть выставляет. Кто там пишет вот такие плохие комментарии, да? Не по делу. Я одно не понимаю. Если ты человека не знаешь, то зачем ты додумываешь? Ну, бог с ним. В голове не держу. Все на языке. Все слетело. И пожелаю им счастья. Большого-большого. А самое главное здоровье. Со здоровьем и ум придет. Да? Да. Я думаю, что да. Вон какой же, видите? Вон. Вот хлебушек. Все собирается. В одну эту. Тестамец. Ну, сейчас во второй будет перекидывать. Все, я закрываю. В общем, хлеб будет печься. Еще 2,43. Картошечку поставила жарить, девчата. Сейчас буду пока немножко вот сметану размешаю. И муку заведу. Мне жарко так. Сейчас я ее на окно открою. Невозможно. Потихонечку замешу тесто. Ну, все, девчата. Я нажарила картошку. Видите, какая она у меня поджаренная. Вяжу в руках телефон. Сейчас я ее сниму. А сюда принесу другую сковороду. И буду делать оладьи себе. У меня было... Так. Вот я тут намешала. Еще, может быть, сейчас подмешаю немножко. Здесь сметана, чуть-чуть молока. Мука, соль, сахар и масло. Рыба. Рыба еще каленая. Совершенно. К вечеру хоть бы оттаяла. Она вообще сильно замороженная. Поэтому это я уже приду вечером, вечером, вечером. Девочки, только начала жарить оладья. И позвонил мой муж бывший. Отец детей. И я уже не подключилась, а проболтала с ним по телефону. Картошку пожарила вкусная. Оладушки обалденные. На сметане. Два огурца себе достала. Хлеб от покупной. И чай. Чай с конфеткой попью. И здесь у меня вот хлеб. Сейчас еще раз смесила. Он уже был такой приподнятый. Но снова выносилась. И остается час тридцать пять минут. И тогда он вылезет. Ну, уже будет готово, спечется. Так что, девчат, всем приятного аппетита. Я как раз сейчас поем. И вон на свой диванчик приляжу и отдохну маленько. Вот. Как раз до хлебушка. Отдых сделаю. А потом к вам подключусь. Покажу, что же у меня там спеклось. Всем приятного аппетита. И хорошего дня, конечно же. Так, девочки. У меня уже 25 минут восьмого. Видите как? Я опять поспала. Вот не могу. Как наступает к вечеру время. Прям вот умираю. Спать хочу. И все. Так. Хлеб пропикал. Пропикал. Хлеб готов. Давайте я вытащу. Вам обязательно хочу показать, что же там у меня с хлебом. Так. И рыбу. Разделаю рыбу, но делать я ее сегодня готовить не буду. А буду готовить завтра, с утра. Чтобы она была прям свежак. Так что же я эту беру? О, булочка. Видите какая? Вот такая. Сейчас будем ее вытаскивать наружу. Так. Видно вам? Видно. Сейчас вытащим. Идет, идет. Идет. Идет моя красавица. Так. Один остался там, в тистанец, внутри. Один вышел. Ну, вот такая вот булочка. Вот видите, вверх как вот месила она. Вот она сюда и намесила. Вот она вся хорошая. Хлеб-то вкусный, девчата. То, что бывает, вот она падает, как бы макушка. Я уже, знаете, смирилась, потому что печка большая, рассчитана на закладку на полтора килограмма. А я делаю на килограмм. Вот она вторая. А я делаю на килограмм пекун. Вкуснятина. Дам тебе конфетка. Дам тебе конфетку. Как-то так мы в детстве читали. В детстве читали. Ну, вот она засранка. О! 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 Видите, как бежит шустро? О! 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 О, как ползет. О! Зиму проспала у меня в доме. Вот, как чешет, девочки. Смотрите. Бегом, бегом. Ух ты, господи. Ну, вот убивать нельзя. Вот она, вот она, вот она. Сейчас я ее на цветы пущу. Пусть она в цветочках здесь. Иди вот сюда. На листочки. Ой. Да, их прям много. Я все выгребла. И снова летят. И снова. Так, сколько грамм хлеб у меня? Так. Ноль. 721 грамм. Вот всегда выходит 700, 705. Это 721. В этих пределах. Ой, он же остыл у меня. Видите? Пока я спала. Видите? Вот он поднимается. С этой не выключилась. Розетки. Вот так вот, девчата. Я не знаю. В понедельник пойду к врачу. Конечно, она мне все уже там расскажет, что и почем. Ну, никакого сахара у меня нету и не будет. Это я вот что-то просто уверена в этом. А почему такая или весна, или погода, что меня сонет, 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 клонит. Сонет. Ой, мама родная. Клонит в сон. Это только я могу так сказать. Ой, артистка. Ладно, девочки. Ну, все бывает в жизни. Ой, мне не на работу, поэтому можно и поспать. Сейчас что делать? Сейчас я рыбу вымою и буду ее резать. Порежу вот такими кусочками. И мойку тащу. Вот она оттаяла. И сделаем мы ее со специями, обваляем. А завтра уже перед тем, как детям приехать, я ее быстро засуну в духовку и приготовлю. Правильно? Ну вот, я рыбку помыла. Это мальчик. Морда вот она сюда сплющена. Вот сюда остренькая. Мальчик, мальчик. Я вот и думаю, может быть, эту нам голову оставить суп сварить. Ась, как вы думаете? Я думаю, да. Молоки. Конечно, мальчик. Ага, вот она. Краса. Только я не знаю, это Костя приносил или, которую я покупала. Я одну готовила. Одну уже готовила. Вторая вот у меня лежала. Так, голову, 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 жабры вытащить. Так, ну ладно, пусть это сюда тогда. И хвостик. Тогда и хвостик. Если это будет супчик. Да, сварим суп. Суп, я думаю, и Кристинка поест. А то она мясо не ем, то не ем. Тоже много прям гонору. Ничего, мы не едим. Вот. Вот это я все в суп. Во. И будет супчик. У меня еще две головки есть. Отдельно лежат. Можно тоже их туда запулить. Будет наваристый суп. А это я хочу в духовке. Я сегодня точно не буду делать. А уже приготовлю с утра. Чтобы она была, ну, с пылу жару. Так. Это молоки. Это молоки. А это... Девчата, тут даже печень есть. Горбушу. Представляете? Обычно не попадает. А здесь вот она. Ну, я выкидываю. Да. Там маленький кусочек. Выброшу. Так. И надо вот эту вот еще сердцевину. Сейчас ножом. Вот эту вот пройти. Вот. Вот эту вот сукровица вся. Раз. Два. Убрать. Так. Да. Вот как вот ее ловят. Ей же больно. Она же живая рыба. Когда она плавает там в море, да? А потом ее ловят. На крючок. Или все эти. Вот как я ходила там. Снимала-то рыбу. Ой. А одна лежит и... Рот открывает. Башкой мотает со стороны в сторону. Она еще живая. Вот вообще. Ой. Ну, как-то... Ну, как-то... О. Эту пленочку все уберу. И вот так ее пополам разрезать. Видите, сколько добра. Ну, чем я буду? Соль и перчик. И у меня есть специально еще... Приправа для рыбы. Ну, ладно. Вот тут никак не сдирается. Уже не буду сдирать. А то я ее всю поломаю. Так. Ну, что, надо полоснуть. Вот это все промыть. Сейчас я промою, девочки. И вот это за... Сразу же тоже окунем в подвозу. Ну, красотка. Ну, красотка. Так. Сейчас главное ее разрезать. Вот так вдоль хребтины. Ой. Ножик там оставила. Ну, сейчас я попробую ее аккуратно, ровно разрезать. Девчата, это тоже целая эпопея. Чтобы ровненько, ровненько ее отчекрыжить. Я буду резать хребет, оставлять на одной половинке. Видите, как разрезала? Вот. Вот вдоль, вдоль вот этой вот хребтины. Ой, я в понедельник все же поеду за рыбой. Ну, после больницы. Пройду. Не куплю. Так. Рыбки. Рыба, конечно, девчата. Вот мы живем в Владивосток. Ну, золотая. Может быть, когда-то доживу, чтобы была рыба уже, как сказать, по нормальной цене. Может, и доживу. Все, надежда умирает последней. Итак, я хочу еще вытащить вот этот хребет и его тоже отправить в суп. Как нам его сделать? Сейчас, мои хорошие, мы сделаем. Мы вот так надрежем тут. Косточки вот эти. О, все. И здесь. Ну, что-то я уже прям жадничаю. Мясо тоже надо оставлять на косточке, чтобы в суп попало. Ой, рука замерзла. Тут с утра рыба лежала. Она была прям лед. Гольный лед. Вроде бы вся уже размерзлась. Разморозилась. Посмотрите, рука замерзла. Вот этот вот плавник. Тоже сюда. Вот. Ну, косточка тоже она. Смотрите, какая на ней мяско прилично. Вот я ее тоже отправлю. Суп. Суп, суп, суп. В супе важны вот эти вот плавнички, косточки. И там надо теперь что? Жабры вытащить. Вот это будет у меня супчик, а это будет рыба. Так. Здесь я порежу вот такими кусочками. Раз. Два. Три-четыре. Три-четыре. Получится восемь кусочков, девочки. Сейчас, наверное, на стекляшку положу. Присыпем все это. И пусть оно стоит в холодильнике до завтра. А завтра быстренько в духовочку. Ну, там уже скажут по заказу. Или рис приготовлю. Вот, или макароны. Девушки макароны любят. Так. Ну что, вытаскиваем жабры. А сейчас, девчата, надо вытащить. О, руки замерзли. Посудину мне, посудину. Вот она. Вот она. Красавица. Так. Будем обваливать. Обсыпать все. Поэтому я ложу ее вот шкурой вверх. Потом я ее переверну. Пока пусть так лежит. А мне надо с головой разобраться, да? Да, молоки. Молоки сюда. Они тоже в духовку пойдут. Самое главное, жабры вот, вытащить. Не поранить руки. Вот это все аккуратно оторвать. Так. Господи, помоги. Так. Отрезала вроде как. Вроде бы, да. Всегда боюсь вот здесь. Пока вытаскиваешь, девчонки, можешь все руки себе поисконцать. Вот. Все. Голову я сейчас буду мыть. Вот они, жабры. Нету котиков. А то вот эти вот части, их можно было отдать. Они съедают за милые душу. Все. Это все в мойку. Голову мою. И доски тоже. Вот. Сейчас помою. И потом продолжим. Ну вот, девчата, я все помыла. Вот это я сейчас уберу в холодильник. Это будет суп. Суп. Во. Наваристый будет и вкусный. Горбуши хороший суп. Это мойку. Сейчас это посолю, поперчу. А, еще сюда бы луковку. А это в морозилку. Это будет супчик. Так. Ой, тут у меня еще красная рыба. Боже мой. Мороженое. Что только нету. У Тали. А. Это же дочь мне рыбу дала красненькую. Я про нее забыла. Я сразу поел тогда. Так вот поперчим. Прям вот так, вот так. Вот так. Не боимся. Не боимся. И посолим. Ну, салонка, конечно, дыры тут огромадные. Так. И сейчас специю найду для рыбы у меня. Приправа для рыбы. Она так и называется. Так, так, так. И тут для мяса. Тут столько у меня приправы. Сейчас, девчат, найду только. Сейчас, мои хорошие, поищу. Вот, нашла. Это у меня приправа для рыбы. Видите, как я подписывала? Что это... Где, что, откуда. Вот теперь можно вот так прям сдобрить. Не, прям не жалею. Она будет... Вкус даст обалденный. Теперь надо перевернуть. И вторую сторону тоже самое. Вот так аккуратненько. Сейчас я ее переделаю. Но рыба не старая. Когда она старая, она цвет уже не такой. Вот. И она... Девчата, когда ее режешь, она мясо вот так растекается, расползается как бы в разные стороны. Это нет. Прям рыбка хорошая. Вот. Получается восемь кусочков. Просто шикарно. Рыбу надо есть. Вот зуб у меня болит. Видите, что вечер. Начинается. Опять начинает мытье зуба. Ну, это дело к тому, что придется идти в зубной. Как я не надеюсь, что он успокоится и не будет у меня беспокоить. Не-а. Побаливает, побаливает. Побаливает. Ой. Так вот, так, так, так тебе так. Перчик. Еще, знаете, луком. Лук надо прям. Лук. Прям хорошо, хорошо так сухой ручкой. Это сырая рука, как бы. А завтра, завтра, перед тем, как вот поставить в духовку, да, я майонез немножко разведу. Ну, можно добавить туда даже чеснок, развести с водичкой и вот так немножечко полить. Накрываем потом все это целлофаном или фольгой, ну, у кого что есть, и в духовку. Ну, или в рукав, или в этот. Так, сейчас, девчата, я принесу луковицу, почищу, и мы заложим лук туда. Ну, вот, сейчас я еще луковку сюда. Лук не сильно тонко надо, вот, потому что, чтобы он сохранился, как бы, да, я тоненько его никогда не нарезаю. Это я люблю лук. Дети могут поесть, могут не поесть, а я люблю, когда в духовке лук. Хоть в курице, хоть в рыбе. Он вкусный, девчонки. Можно добавить сюда еще морковку, но это на любителя. Не хочу просто. А так, еще морковочки сюда добавить, вот, все шикарно. Кто любит, лимончик полить можно. Я лимон не переношу, поэтому я его никуда, никогда не ложу. Вот. А кто любит, само то. Еще так, лимонным соком. О-о-о, вкусняшка. Будет вкусняшка. Вот, чуть-чуть, сейчас я масла сюда, чуть-чуть добавлю, растительного. Так. Ну, ложечкой, ложечкой, а то бухну так. Это тоже не нужно. А завтра вот майонез, я вам сказала, вот как. Я обязательно это добавлю сюда. Вот ложка масла. Ну, чтобы не сухая была, а как бы рыба, да? Она пропитается. Ну, еще можно одну ложечку. Даже половинку. Девчата, я делаю, а у меня во рту уже слюна. Ой, мама родная, вот в молодости я же вообще рыбу практически, ну, как-то и не старалась ее покупать и есть. Ой, это вот уже с годами. Ну, теперь я накрою все это хозяйство и в холодильник. Так, у меня есть пищевая пленка специальная. Так. Ой, если ее только Костя не утащил отсюда. Что-то я не вижу. Она, наверное, в коридоре. Сейчас, мои хорошие, сейчас я принесу эту пленочку. Вот, я укрою, это чтобы она впитывалась, да, постояла и запах другой не отдавала и не забирала. Поставлю в холодильник. Вот. Вот так вот. А потом я ее сниму. И уже фольгу сделаю в духовку. О, красота и ляпота. Надо эти ножнички сейчас ножницами пройду. Чтобы не рвать кусок рива. А мы вот так сделаем. На улице уже вечереет. Все, девчата, это я отправляю в холодильник. И завтра будем готовить утром. Прямо с утра. Ну, дети выспятся. Кристинка выходная. Завтра она должна поспать, естественно. Ничуть свет. Всю неделю она рано встает в школу. А завтра поспит. Сегодня они ездили с самокатом. Мать ей обещала. На набережную. Но не к морю. Не туда на набережную, где у нас центр. А на другую. Самокат же купили. И ей охота покататься. Чтобы во всю мощь. Но на улице нельзя. Надо на таких местах, где нет машин. Специальные. Вот они поедут на корабельную набережную. Туда. Так, сейчас я тут поднимусь. У Тани тут что только нету. Боже мой, холодильник. Все. Это я завтра сготовлю. Вот. И будет у нас вкусный обед. Оладушки еще тоже. Ну, я еще приду за это ужинать. Я еще приду есть, девчата. Перец купила. Половина отвезла для Кости. А этот, не знаю, заморозит что ли его. У меня вот висит сухой. Но пока не буду. Он приходит, его прям вот режет на части. И ложит там борщ или суп. И ест. Не знаю, что с ним сделать. Но посмотрим. Девочки, мои дорогие, на этом, наверное, все. Хочу сказать. Не пишите, пожалуйста, свои додумки. Это все неприятно. И этого нету, то, что вы додумываете. Понимаете? Не нужно этого писать. Не нужно придумывать что-то и выдумывать. Легче всего написать гадость на человека, не зная его. Поэтому, да, удаляла. Сейчас уже плюнула. Не удаляю. Мне все равно. Кто это старается писать? Пусть стараются. Для количества оставлю. Вот только для количества. Но, знаете, что я читаю такие комментарии с закрытыми глазами. Дальше. Вот этой писанинке никуда не идет. Ни в мою душу, ни в мою голову. Никуда. Вот. Ну, остальным, мои хорошие, добра, счастья, здоровья, мира нам всем. Таким быстрейшего, скорейшего, чтобы проснулся и сказал, как хорошо на свете жить. А хорошо жить еще лучше. Всех вас люблю. Всем пока-пока. До завтра. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok